Мы в медиа-студии Хабра на конференции Гигакон. С нами Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока технологического развития Сбербанка. Здравствуйте, очень приятно. Андрей, очень рада вас видеть. Первый вопрос, Андрей. В программе Гигакон много внимания отвезено искусственному интеллекту. Как вы думаете, как дальше будут развиваться отношения человека-инженера и АИ? Знаете, мы сегодня на открытии говорили о том, что если раньше искусственный интеллект был такой технологией повышения производительности, все-таки мы были очень близки, но у нас было два мира. IT-инженеры и Data Science инженеры. Они очень были близки, но всегда была там где-то вот Data Science команда, а это вот IT команда. Вот мы верим в то, что сейчас искусственный интеллект становится центральной технологией. Я считаю, что в 2025 году не будет успешных проектов и новых приложений, которые созданы без искусственного интеллекта. И сейчас те возможности, которые нам дает генеративный искусственный интеллект, мы видим и используем на каждом этапе создания ПО. Этапы проектирования, этапы разработки, этапы тестирования, этапы защиты от киберуязвимостей, на эксплуатационных стадиях. И, конечно, внутри самих продуктов содержатся модели наши современные, которые иногда пользователь даже не видит. Он не знает, что в этот момент какая-то часть его пользовательского пути сопровождается или полностью обслуживается системами на основе ИИ. Но это так. Поэтому для нас, мне кажется, сейчас вот 24-й год такой переломный. Мы сегодня на конференции говорили как раз и о продуктах, которые мы делаем для разработчиков, и о продуктах, которые мы делаем для бизнеса. И все они в основе своей имеют нашу фоундейшн-модель, гигачат и модели семейства Кандинский, которые мы используем для генерации изображений. Вот вы упомянули, что были анонсы инструментов для разработчиков. Какие именно эти инструменты? Можете немного рассказать об этом? Какие анонсы сегодня? Да, с удовольствием. У нас вообще этот год, фактически все они были представлены в конце первого квартала. Это целое семейство, потому что нам важно, чтобы работа разработчика была комфортная и бесшовная. Я бы, наверное, начал с нашего российского репозитория Gitverse. Это репозиторий для работы с приложениями с открытым исходным кодом. В нем уже после запуска в марте зарегистрировалось больше 30 тысяч разработчиков. Они создали 20 тысяч репозиториев. У них самые разные сценарии использования. Многие, естественно, начинали с того, что они мигрировали свои репозитории с GitHub. Это сделать очень просто. Буквально в один клик делается миграция репозитория. Если вам нужно зеркало, оно потом поддерживается. Синхронизация делается автоматически. Вся эта базовая сервиса, они все бесплатны. И использование прирастает у нас каждую неделю. Потому что людям это нравится. Платформа создается для разработчиков и в интересах разработчиков. Сегодня мы представили еще одну важную возможность, о которой нас ребята просили, команды. Там теперь появился Task Tracker. Это простой легковесный Task Tracker для работы небольших команд. Но, тем не менее, теперь не только отдельные разработчики, но и целая команда могут работать, используя Gitverse как основную, по сути, свою платформу. Следующий важный компонент – это наше семейство ассистентов разработчика, которое мы называем Gigacode. Gigacode на текущий момент использует больше 20 тысяч разработчиков. И мы видим, что они все больше и больше доверяют этой модели, все больше к ней привыкают. Сегодня мы рассказали о том, что добавили еще 15 популярных языков программирования. Теперь больше 30 языков модель поддерживает. Это, наверное, больше, чем 90% всего используемого технологического стека в разработке. Так что, по сути, каждый может найти для себя возможность его использовать. Но, кроме этого, мы показали работу с моделью в режиме чата, которая делается непосредственно в IDE. Первые функциональные возможности касаются разъяснения того, что код делает. Это, на самом деле, важно для молодых разработчиков, для ребят, которые присоединяются в команду. Конечно, это можно разобраться и самому, но так быстрее и удобнее. И, возможно, генерация автотестов. Опять же, задача обязательная при интерпрайз-разработке ПО. Но далеко не все разработчики любят ей заниматься, поскольку это такая рутинная обязанность. Здесь модель вам поможет подготовить автотесты. Вы можете принять решение внести какие-то изменения. После этого процесс в виде этого этапа разработки очень сильно сокращается. Но что более интересно для нас, мы подумали о том, что еще нужно командам, которые работают на Gitverse и используют такие ассистенты, как GigaCode. Две интересных функциональных возможности показали, которые сейчас на российском рынке ни у кого нет. С одной стороны, это AI-код-ревью. То есть, если вы ведете проект на Gitverse, вы можете попросить сделать ассистента код-ревью. Мне кажется, очень удобно, даже когда ты делаешь что-то в одиночку, как бы сильно помогает повысить качество кода и обратить внимание на какие-то вещи, которые ты мог пропустить. И вторая история, она больше интересна, мне кажется, компаниям и, может быть, продукт-оунерам. Это оценка трудоемкости разработки кода. Можно загрузить свой проект на Gitverse или просто синхронизировать свой проект с GitHub с Gitverse и попросить ассистента сказать, а сколько стоила бы разработка этого проекта, если бы это делал middle-разработчик. Это можно делать для проекта целиком, это можно делать отдельно для отдельных коммитов разных разработчиков. Таким образом, по сути, начать оценивать, насколько эффективно сейчас ведется работа и насколько адекватны те вложения, которые были сделаны в проект, тому, сколько в нормальной ситуации это занимает. Мы очень долго калибровали эти модели. Сейчас можем с уверенностью сказать, что мы начинаем им доверять. У нас действительно доверительный интервал очень небольшой. Разброс составляет порядка 15%. Мы считаем, что с такой точностью можно уже начинать на это смотреть, как на рабочий инструмент. Для того, чтобы все это использовать, мы представили в семействе еще такой продукт, как Giga IDE. К сожалению, ряд компаний, которые делали классные, наиболее используемые в сообществе IDE, они перестали их поддерживать для России. А пользоваться хочется. Поэтому мы взяли наиболее популярные ветки, которые доступны в Open Source, добавили в них Enterprise функциональность, добавили GigaCode и сделали из них поддерживаемый продукт, который доступен как в версии для установки на свой личный компьютер, так и в веб-версии. Во всех них нативно встроен GigaCode как ассистент разработчика, и большинство наших разработчиков активно переезжают на это IDE. Нам кажется, что сообществу это тоже очень нужно, и это будет очень востребовано. Таким образом, GigaCode и Giga IDE — это основа, наверное, для того, чтобы сейчас наладить продуктивную работу любой команды разработки, а особенно полезно для небольших команд. Для этого же возникает вопрос, где взять инфраструктуру. Вот все, что делается в этих проектах, нативно интегрировано с облаком нашего партнера, компании Cloud.ru, на котором фактически запустить проект, разработанный с помощью вот таких систем, можно буквально в несколько кликов, и мы очень внимательно следим, чтобы еще и стоимость последующей эксплуатации была лучше на рынке. Для крупных интерпрайз-компаний мы показали еще две новинки. Это, с одной стороны, Cloud Evolution Stack. Это возможность установить у себя облачную платформу в своем периметре и управлять ей из единого окна, фактически видя и периметр, который находится внутри компании, и периметр публичного облака. Такие продукты очень сильно распространены на международном рынке, но вот так получилось, что до сегодняшнего дня в России их не было. Спрос очень большой. Мы надеемся, что крупным компаниям это будет интересно, особенно учитывая то, что это полностью российская технология, и она подходит под все требования российского законодательства, ЗОКи и так далее. Тоже очень важная история. Можно просто взять и использовать под ключ. Ну и еще, наверное, важная для нас новинка – у нас не было в стране поддерживаемой версии Java. Не всем это нужно, но в крупных компаниях, особенно работающих системой с большой нагрузкой, это нужно. И поэтому мы рассказали о том, что очень скоро мы покажем используемую нам сейчас внутри сборку, сберовскую сборку Java-машины, которая будет для Enterprise-компании снабжена еще и Highload-версией и поддержкой тоже. Для нас это очень важно. У нас большая инфраструктура, эффективность ее использования для нас – это ключевой приоритет, это очень большие инвестиции. И эффективное использование Java-машины и ресурсов аппаратных – это принципиально важно. Поэтому целое семейство, ну, будем надеяться, что вам понравится. Очень круто. Огромная экосистема пронизана АИ-технологиями, облачными сервисами. Вот как вы думаете, компаниям важно развивать, вкладываться в команды разработки или все-таки сделать ставку на развитие, на внедрение искусственного интеллекта и технологий? Ну, конечно, мы не говорим о том, что мы хотим разработчика заменить. Мы просто хотим работу всей команды целиком, не только разработчиков команды, сделать более эффективной. Вот статистика сейчас говорит, мировая, что 80% разработчиков уже используют ассистенты и ассистенты разработчиков в своих личных проектах. Как бы для меня это прямое свидетельство того, что людям это просто нравится. Нравится потому, что когда ты начинаешь так работать, то ты не будешь возвращаться к чему-то менее удобному. Код можно и в ноутпаде писать, но не так многие это делают. Вот, поэтому, конечно, надо вкладываться в развитие компетенций, но важной компетенцией разработчиков сегодняшнего дня должно становиться умение работать с большими фундейшн-моделями, такие как LLM. Повторюсь, это уже не два разных мира. Вы можете не уметь ее обучать с нуля, но уметь использовать ее в своих проектах. Умение интегрировать такого рода технологию в тот продукт, который вы делаете, ну, на мой взгляд, является просто обязательным требованием любого проекта сегодня. Ну, а завтра, я думаю, что никто даже подумать не сможет о том, чтобы без этого обойтись. Спасибо. А что может сделать AI-инструмент для разработчика помимо работы с кодом? Ну, во-первых, когда мы говорим про работу с кодом, есть же еще и сопутствующие задачи. Например, мы активно используем помощников для того, чтобы написать документацию после того, как код уже разработан. Ну, полезная, мне кажется, история. Опять же, как бы никто не любит тратить на это время. Я вам сказал про автотесты. Там важная история. Код ревью, особенно с помощью ошибок, уязвимости онлайн, как бы. Очень важная история. Стараемся это делать прямо внутри процесса разработки. Очень важная тема все, что касается тестирования. Это не только написание самих автотестов, но и фактическая организация тестирования с использованием AI-агентов-тестировщика. То есть, по сути, в каждой роли, которая есть в команде разработки, будь то аналитика, постановка требований, разработка, дефсикопсовские процессы, тестирование, естественно, автоматизированное, работа с кибербезопасностью, на каждом этом такте есть AI-ассистенты, которые могут помочь выполнять большое количество задач. И самое главное, они сокращают время до поиска проблем и ошибок. То есть тебе не нужно во многих случаях заканчивать проект, проходить через все этапы сборки для того, чтобы узнать, какие у тебя проблемы на самом деле были. Все больше и больше информации ты получаешь онлайн непосредственно внутри процесса. Мы вообще думаем и мы ищем форм-фактор, наш вот код-чат, это такая попытка его найти, как сделать так, чтобы в процессе разработки внутри одного и того же IDE было удобно и делать то, что ты всегда делал, и, по сути, ставить задачи твоим AI-ассистентам, получая от них результаты, и сразу их используя, не переключаясь из процесса. Для нас это вызов номер один. Много говорится об AI-ассистентах. Это уже индустриальный стандарт? Они уже настолько распространены? Или пока что рано об этом говорить? Знаете, я думаю, что в мире уже можно сказать, что это индустриальный стандарт. Вот, тут не надо себя хвалить, мы не пионеры в этой области, мы догоняющие. Вот, и делаем мы это потому, что видим здесь эффективность, у нас есть соответствующие технологические возможности, мы хотим, чтобы у всего сообщества в России тоже это появилось. Но здесь, наверное, уже можно сказать, что да, во всем мире это индустриальный стандарт. Если говорить про технологии в целом, выходя за периметр разработки, то скорее мы делаем первые шаги в развитии такой очень важной области применения больших моделей, как создание AI-агентов. В перспективе AI-агенты могут выполнять практически любую работу, которую сейчас делает человек, особенно если сейчас она уже оцифрована, и по сути человек в взаимодействии с интерфейсом приложения выполняет какие-то шаги. Неважно, что это, это может быть ввод информации, обработка информации, принятие каких-то решений или вывод информации. Вот все эти шаги могут заменить фаундейшн-модель. А если попытаться в процентах оценить прирост производительности, сколько это примерно может составить? Есть недавно сделанное мировое исследование, опрашивали крупнейшие мировые компании о том, какую прибавку производительности они ожидают. Консенсус ходится на том, что в ближайшие 1-1,5 года прибавка производительности составит больше, чем 22%. Существенно. Андрей, большое спасибо вам за исчерпывающую беседу, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо большое, что позвали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok